Встреча с Тульским Арсеналом Бывший игрок Рубина приезжал в Петербург в качестве покорителя Барселоны, любителя пирожков и кандидата в сборную России. Сейчас это стопроцентный запасной с туманными перспективами. Полузащитник и сам это понимает и готов как можно скорее сменить клубную прописку. Я хочу играть в футбол, и такое положение вещей меня, естественно, не устраивает. Выходить один раз в пять матчей, но посмотрим, обсудим это. Номер два – Иван Соловьев. Иван переходил «Зенит» из «Динамо» с громким скандалом, в котором его представили рвачом. Соловьеву предрекали скамейку запасных в «Зените», но футболист верил, что сможет побороться за место в составе. На деле же все вышло, как и говорили злопыхатели. Соловьев из перспективного игрока основного состава «Динамо» превратился в классического резервиста «Зенита». Под третьим номером – Егор Бабурин. Еще полтора года назад Егор Бабурин считался заменой в скором будущем Вячеславу Малафееву. Но приход Юрия Ладыгина и травма самого Бабурина скорректировали планы. Сейчас игрок, который играл за молодежную сборную страны, набирает форму во второй команде. Первые его уже не ждут, поэтому пора искать другие варианты. Четвертое и пятое место в нашем рейтинге занимают легионеры – Луиш Нету и Милан Родич. Если Нету хоть периодически и появляется в составе, то Серп – редкий гость на поле. Хотя вот в недавнем матче против «Арсенала» сумел даже отличиться. Но это не отменяет того, что этим игрокам не место в сегодняшнем зиме. Родич мне понравился на самом деле, как играл, не портил игру. В целом нормально сыграл, забил гол. Я считаю, для него КПД хороший. Не было таких ляпов, чтобы где-то конкретно, что это он ошибся. Я считаю, для него можно плюс поставить в этой игре. Но это мне не очень так нравится сам по себе. Как-то не соответствует, ну, бывает уровню. По сути, в петербургской команде достаточно игроков, которые находятся в так называемой «золотой клетке». Но их присутствие по разным причинам не выглядит столь критичным. А этим ребятам, еще раз повторимся, нужно срочно валить из «Зенита». С вами была программа «22 человека и мяч». Увидимся через неделю.